приветствую вас мои дорогие подписчики и те кто случайно нашел мое видео в ютубе на моей гитаре стоит немецкие струны джон хобб это концертные струны высокого качества предназначены для профессиональных музыкантов этот урок я посвящаю начинающим гитаристам вот поэтому если вы уже владеете инструментом причем владеете в той мере что вас это устраивает вас удовлетворяет ваше мастерство ваше умение исполнять музыку на гитаре вот вы можете конечно не смотреть это видео ну а те кто только начинает свой путь в этот прекрасный мир гитарной музыки я думаю будет полезно это видео это по моему уже пятое видео и здесь я хочу продолжить что зачем что нужно делать как делать чтобы развиваться в получении навыков игры на гитаре и так давайте продолжим я стараюсь очень много говорить в этих видео потому что в свое время всегда сам чувствовал такую нехватку информационную что вы мне объясняли что вы мне отвечали на вопросы ну и один из главных вопросов которые которые я хочу осветить в этом видео это является техника опаянда и тиранда то есть техника игры с опорой и без опоры ну поскольку арпеджио перебор мы уже начали с вами осваивать я уже начал объяснять что к чему ну еще хочу кое-что сказать насчет вообще всех вот этих вещей таких как вот этих роликов посвященных начинающим гитаристам конечно море информации море литературы как бумажный я бы так сказал так электронный такой видео ну как всегда ее много но на самом деле получить получить то что вы ищете примените на практике сами знаете совершенно разные вещи наличие какой-либо информации в каком либо формате и на самом деле результат конечный которые вы хотите который вам нужен это не одно и то же а вот причем есть даже такая вещь и она очень серьезная некоторые люди кстати даже преподают это это умение учиться вот это тоже не всегда присутствует в разных сферах то есть учиться еще нужно тоже уметь ну я даже не буду это касаться я просто остановлюсь на том что возможно мой мой вариант мой стиль подачи информации скажем так скажем просто так как я это делаю вот кому-то поможет в отличие от каких-то других учителей либо то какого-то другого формата информации скажем так вот поэтому мои ролики это еще одна попытка донести до людей значит то что они хотят то что они ищут то что им нужно но получится у меня или нет это уже скажем так будет зависеть от очень многого в том числе и от меня вот я не знаю на самом деле получится нет это все будет уже на выходе то есть вы пробуйте я тоже пробую все в нашей жизни нам никто никогда не скажет что именно правильно вот все что мы делаем все что мы сделаем это уже я тоже понял по жизни мы узнаем только из конечного результата заранее ни одно существо скажем так мы можем только предполагать а как будет на самом деле мы узнаем только сделав только попробовав ну и так далее моя любимая поговорка лучше сделать и жалеть что сделал чем не сделать и жалеть что не сделал поэтому естественно вот я таким вот девизом хочу оснастить свои ролики ну и так далее я думаю об этом достаточно можно уже перейти к практике естественно хочу вам пожелать единственное что в музыке ну и видимо как и в другом деле в обучении в чем-то значит самое главное это конечно терпение потому что еще одна поговорка одна из моих любимых если ты что-то хочешь делать хорошо делай это чаще все это как раз определяет ваш успех ваше умение ваше мастерство но это возможно только при одном условии если у вас есть терпение если вы можете многократно повторять причем изначально повторять делать это правильно вот два основных условия которые гарантируют вам успех в любом деле абсолютно не обязательно в гитаре это касается всех сфер нашей жизни многократное повторение и второе это правильное повторение все это касается спорта это касается отношений касается там зарабатывания денег и всего чего хотите искусство и так далее итак давайте приступим значит опаянда и тиранда я сейчас не буду трогать перебор вот я думаю я еще вернусь конечно потому что перебор это неисчерпаемая тема неисчерпаемая техника на гитаре давайте мы перейдем сейчас плавно к тому что нам помимо того что мы играем по очереди струны на гитаре дергаем щиплем ну и так далее гитара это щипковый инструмент значит нам нужно будет еще уметь играть одноголосия то есть много разных нот на одной или нескольких струнах по очереди здесь у нас будет работать вот такая вот техника мы будем играть по очереди например указательный палец средний указательный средний сразу хочу сказать про чуть ли не самую главную самую грубую ошибку самую основную которую делают гитаристы в том числе я естественно вот поскольку он получился я можно так сказать отрывками кое-как у меня не было такой последовательной школы это главная ошибка это когда мы играем одним тем же пальцем две ноты подряд например или несколько на одной и той же струне я сразу говорю что это то же самое что ходить на одной ноге потому что нам приходится сыграв ноту на первой струне делать возврат и потом опять играть естественно это занимает время но все равно что ходить на одной ноге на гитаре очень важно это соблюдать если мы играем на одной струне подряд несколько но нам нужно это делать по очереди например указательный и так это самое главное играть поочередно ну естественно если мы играем не только на одной струне любом случае нам опять придется играть поочередно например мы играем ну на всех струнах скажем так гамму все равно нам нужно постоянно чередовать пальцами при переходе со струны на струну но это уже потом я просто хочу вам донести чтобы поняли смысл звукоизлечения теперь следующее значит что такое игра с опорой опаянда игра без опоры тиранда значит ну игра без опоры это когда мы извлекаем дергаем струну мне просто так привычнее у нас палец в сторону вот мы дотронулись до струны это все медленно показываю вот дотронулись до струны чуть-чуть и натянули палец убираем в сторону соскользнула у нас и струна у нас начинает колебаться здесь есть еще один очень важный момент который значит задает направление движения определяет физику колебания струны если мы дернем струну вот в таком направлении то есть от гитары шутбок вот так еще разок то она у нас будет извлекаться со стуком т.е. произойдет удар об лады она у нас будет колебаться вот в таком направлении перпендикулярном гитаре вот нам это нежелательно нам нужно чтобы у нас струна колебалась не так а то есть чтобы она колебалась вдоль гитары параллельно корпусу то есть нам нужно извлекать звук стараться вот так то есть нам нужно дергать струну вверх палец у нас должен быть медленно направление движения может быть немножечко вбук но тем не менее почти параллельно вот это первое чтобы не было удар облад чтобы струна колебалась вот так это первое вот этот прием называется без опоры тиранда он обязательно используется при игре перебором прием игры без опоры это основной такой физически активный прием щипковых инструментов потому что здесь как раз щипок щипнули и еще одно очень важное то что нужно всегда чтобы у нас палец уходила как я уже говорил говорил в направлении вверх ну что касается игры с опорой прием который называется апоянда здесь у нас происходит вот что когда мы дергаем струну то по инерции вот мы например первую сыграли по инерции палец у нас идет не в сторону от гитары а немножечко вглубь гитары вот с таким в таком направлении что он опирается на соседнюю струну то есть дернули по инерции он упирается во вторую струну то есть вот так вот без опоры а так получается что без опоры это у нас направление вот такое ну если можно по гитаре показать вот так вот вот направление вот таким вот образом то есть как будто вглубь и мы упираемся на соседнюю струну это на любой струне вот такое по ямду а по ямда опора тиранда без опоры все тиранда по ямда это испанские слова значит зачем это нужно испанцы всегда это по ямда по ямда нужно для более мощного для более активного звукоизвлечения можно даже так сказать агрессивного для того чтобы сочный громкий очень четкий звук тиранда естественно более такой мягкий певучий звук можно сказать нежный вот и все вот два основных скажем так смысловых значения того и этого приема вы можете конечно используйте то и то можете остановиться на каком-то одном ну и так далее поэтому здесь даже нет какой-то смысловой значимостью этих приемов нет они просто используются для звуковой окраски для тембра для вот такого характера звучания нот вот и все ну естественно отличаются технически ну естественно я вам покажу упражнения тем самым мы уже потихонечку перейдем на левую руку и начнем тренировать ее учить зажимать струны это упражнение будет только для первой струны вот как раз здесь вы можете начать пробовать играть пальцами по очереди и потихонечку зажимать струны левой рукой итак давайте начнем начинается открытая первая далее указательный палец на пятый лад и правой руки средней потом опять открытая первая потом первая на седьмом открытая открытая первая на восьмом еще разок первую фразку ноль это значит открытая струна ноль пять ноль семь ноль восемь пальцы в левой руке ноль пять указательный палец ноль семь третий палец и ноль восемь четвертый палец первый третий четвертый указательный средний точнее указательный безымянный химис вот такое вот легкое упражнение вы можете это попробовать пять ноль пять ноль пять четыре четыре ноль четыре ноль четыре ноль четыре пять пять и вторая часть пять семь 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 восемь восемь семь пять четыре пять пять еще раз и 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 пять и пять семь вам, пожалуйста, можно так сказать, три упражнения самое главное старайтесь не важно как вы будете играть с опорой без опоры старайтесь соблюдать очень важные и самые главные условия это поочередность можете сначала просто попробовать на одной струне на открытой вот так вот долго поиграть чтобы рука немножечко привыкла и потом начинаете зажимать может быть даже вы сами придумаете какую-то последовательность пока достаточно заниматься по одной струне тренируйтесь и у вас все получится